Здравствуйте, это «Разговор на чистоту» и наш гость сегодня вице-президент ТНК БП, генеральный директор ТНК БП Оренбург Олег Димов. Во-первых, спасибо, что вы сдержали слово и, как мы с вами договаривались, полгода назад пришли снова к нам в студию. Поводов для разговоров на самом деле много, но основной давайте попробуем подвести итоги для ТНК БП в Оренбургской области года ушедшего и поговорить о планах на год наступивший. Ну, если без больших разверсток, если говорить в целом общими фразами, то для компании ТНК БП в Оренбурге год 12 был достаточно успешным, я бы даже сказал успешным, потому что практически все те задачи, которые мы перед собой ставили, мы их все преодолели, мы их все решили. Даже по некоторым вопросам мы ставили на себя очень амбициозные задачи и нам удалось их также воплотить в жизнь. Это и задачи в производственной сфере, несмотря на то, что все-таки вот не только в нашем регионе, а вообще в целом сегодня тренд российский с падающей добычей, то есть в связи с тем, что мы уже подошли к добыче трудноизвлекаемых, полезных ископаемых. И это безусловно проблематично и накладывает определенные трудности и проблемы. Но тем не менее мы смогли выполнить свой производственный план по итогам года, даже чуть-чуть его перевыполнить. Мы смогли сохранить красивую и очень значимую цифру 20 миллионов тонн нефти. Она значимая не только для нашего региона, она значимая вообще в целом для компании. Учитывая то, что 10 лет назад до 10 не добирались. Да, и я хочу сказать, что причем обеспечили мы практически во всей компании ТНК-БП практически четвертая четверть добытой нефти, она оренбургская. При том, что всего только 10% по запасам, мы владеем только 10%. То есть, за 10% запасов вы даете четверть добычи? Четверть добычи, да. Это говорит, безусловно, о уровне производственной деятельности, это говорит о качестве работы. Но самое главное, что является и что всегда отличало нашу компанию, самое главное мерило в нашей компании, в том числе в нашем регионе, безусловно, это эффективность работы. Так вот, эффективность, она налицо только по сравнению с двумя цифрами. И, безусловно, это не может не радовать. Более того, прошли все подведения итогов, все цифры утверждены, мы достаточно на хорошем уровне считаемся в нашем корпоративном центре. Уже в новом году я принимал участие в отчете блока, нашего блока, который непосредственно курирует работу филиалов. И могу сказать, что это единственный блок, который мы себе оценили на достаточно серьезную цифру, амбициозную, могу так сказать, что мы поставили себе оценку, грубо говоря, 117,5%. И по общему мнению экспертов компании и руководства компании, что мы очень поскромничали, и нам увеличили, если на других блоках там где-то кому-то утверждали, где-то кому-то наоборот срезали, то нам безоговорочно была поставлена оценка 125%. Это очень высокая оценка внутри компании. Последние годы ТНК, БП в Оренбургской области, ну, или там, давайте предприятие называть, да, Оренбург, нет, там, Зул, Бугрослан, разведывает больше, то есть подтвержденных запасов, нежели добывает. И как-то вот на нет, опять-таки, благодаря этому, наверное, в последние годы сошли разговоры о том, что нефть рано или поздно закончится, сейчас он последний выкачивает, и всё. На сегодняшний день, то есть порядок цифр хотя бы, если точно не помните, разведанных запасов, и самый главный вопрос, насколько они трудноизвлекаемые, да? Ну, вы знаете, насколько они трудно, сегодня закончилось время лёгкой нефти. Оно закончилось, по-моему, везде, даже в Западе Сибири. Уже, я про что и говорю, что лужи с нефтью уже нигде не лежат, нет у нас такого. Поэтому сегодня все запасы, они все трудноизвлекаемые. Более того, учитывая, что сегодня тот основной тренд по сохранению природы, по всем природоохранным мероприятиям, по бережному сегодня, бережной добыче, по всем современнейшим технологиям, они, безусловно, так или иначе, но делают любую сегодня добычу, любых полезных ископаемых трудноизвлекаемыми. И затратными. И затратными, безусловно. Потому что, понятно, что если раньше она там практически нефтью везде фонтанировала, то её только собирай вёдра и продавай. Я знаю, место, где до сих пор фонтанирует, но это следующий будет вопрос. Да. Так вот, в принципе, сегодня все достаточно сложные процессы. У нас, мы, могу сказать, что более 200 миллионов тонн сегодня у нас запас есть. То есть, как минимум 10 лет работы. Нет, у нас это... Если сейчас бросить, и больше не... Мы видим сегодня, что у нас это вот разведаны только в последние годы. То есть, не те основные месторождения, которые мы разрабатываем сегодня. На сегодняшний день мы гарантированно видим, что на ближайшие 50 лет Оренбургская область нефти. Оптимистичная фраза. Мы переходим к другому вопросу. Если вы хотите его конкретизировать... Я знаю место, где нефть точно бьёт фонтаном. Я даже в этих местах был, видел эти скважины законсервированные. Речь идёт про Бузулукский фон. Тут вот какая ведь ситуация. Для меня, например, совершенно неожиданно. Давно не занимался этой темой, не интересовался. В Бузулуке начала собираться общественность. Обеспокоенная, как у нас это зачастую бывает. И, собственно, говорят о том, что вот эти самые законсервированные скважины, они находятся сейчас то ли в аварийном, то ли в предаварийном состоянии. И, в принципе, могут начаться проблемы. И якобы нефть надо там добывать хотя бы по принципу, знаете, санитарной вырубки леса. Лес в любом случае надо рубить, чтобы он жил здоровым. И как бы здесь якобы аналогичная ситуация. Ваше мнение по этому поводу? Так ли всё плохо? Ну, начнём вообще с того, что очень много таких заблуждающихся мнений о том, что ТНК это хочет добывать, что это наши скважины. Что вот тут все... Ну, начнём с того, что скважины эти сегодня принадлежат государству. И были они пробурены более 40 лет тому назад. И 40 лет назад при всех суперских производственных показателях, но, к сожалению, методов консервации такой многовековой на тот момент не существовало. Их законсервировали в том виде, как они могли сделать в то время. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, консервация была такая больше временная, наверное, в связи с тем, что всё-таки, безусловно, государство планировало, предполагало и предполагает наверняка и сегодня, я думаю, разрабатывать эти месторождения. Значит, то, что они в аварийном состоянии, безусловно, это факт. Я тоже был, как и вы говорите, я тоже был, видел эти все скважины. К сожалению, это проблемная территория. И я вам хочу сказать, что особо обозначилась проблема, когда вот произошли взрывы на складе боеприпасов. И я вам хочу сказать, что это, слава богу, что события развивались вот по такому сценарию. Если бы они немножечко развивались бы по другому сценарию, там могла бы быть вообще катастрофа. Потому что скважины законсервированы плохо. Сегодня есть там... Ну, то, что там они сегодня загазованы, это однозначно. И там даже к скважине подходишь в радиусе 300 метров, там пахнет галом. И я честно вам скажу, что это очень непростая вещь. То есть там лучше, например, даже не закуривать, теоретически. Ну, не закурить это вообще, там вообще лучше не ходить до тех пор, пока там не будет решена глобальная эта ситуация. Более того, она несёт... То есть у нас же, к сожалению, наверное, тоже не от хорошей жизни. Но есть население, которое в погоне за какой-то копейкой подвергают риску не только свою жизнь и своё здоровье, но ещё и могут вообще создать такую катастрофу, породить, что это мало никому не покажется. Там буквально, я знаю, с нашими специалистами разговаривал. Их привлекали правоохранительные органы. В качестве экспертов. В качестве экспертов. Когда одну из задвижек на такой загазованной и на такой скважине законсервированной, двое жителей одного из посёлков, причём папа-то вообще там с высшим образованием, учитель школьный, вместе с сыном, открыто автогеном срезали эту задвижку и уволокли её домой. Как ни произошёл взрыв, это просто фантастика. Ну, врагам. То есть просто... И причём то, что произошёл бы взрыв, и они погибли, это понятно. Но что могло бы произойти дальше? Потому что это же практически как бомба замедленного действия. И там тогда точно бы никакими там лёгкими методами бы ничего не закончилось. Поэтому я знаю, что и у ГУЧС по Оренбургской области очень серьёзная озабоченность по этому вопросу. И, как говорят специалисты, действительно, сегодня в связи с тем, что скважины пробурены, в связи с тем, что нефть достаточно хорошего качества, и она настолько уже поддавливает сегодня. То есть создано такое внутрипластовое давление. Если сегодня это давление не снять, а его можно снять только частичной откачкой. Если уж не добыча, то как минимум частичная откачка. Грубо говоря, снять крышку надо. То это может рано или поздно просто рвануть. И эта ситуация, безусловно, должна найти своё решение. Реально сегодня и все экологи, и специалисты, в том числе сегодня, и те же населения, которые категорически против добычи, они все в один голос утверждают однозначно, что сегодня наша жемчужина, наш национальный парк, он в не очень хорошем состоянии. В связи с тем, что завелось очень много вредителей, и лес потихонечку гибнет. Для того, чтобы его вывести из этой ситуации, нужны огромные денежные средства для того, чтобы вкладывать. У области нет. Более того, национальный парк сегодня федерального значения. Я думаю, что вряд ли сегодня у нас найдётся лишних несколько десятков миллиардов, для того, чтобы восстановить. То есть, такой порядок цифр. Это может быть лишнее, я сказал. Но то, что там достаточно серьёзные проблемы, это факт. И, безусловно, моё мнение, причём я хочу вам сказать, что тут совсем не важно, процедура следующим образом может выглядеть, что государство примет решение, что нужно разрабатывать эти скважины. Государство уже даст поручение своим структурным подразделениям подготовить всю необходимую документацию, провести аукцион. И уже тот, кто выиграет аукцион, тот и будет разрабатывать. Это может быть ТНК, может быть не ТНК, это может быть Роснефть, может быть Лукоил. Это может быть любая компания, которая выиграет тендер. Поэтому сказать о том, что это 100% будет ТНК, безусловно, никто не возьмётся за такие утверждения. Это будет предметом торгов, и то выиграет, тот и выиграет. Но есть возможность, по крайней мере, государству включить в лицензионное соглашение и прописать ряд условий, которые необходимо выполнить, в том числе и условия по сохранению леса. То есть, поэтому я, например, считаю, что это, наверное, наиболее оптимальный вариант, который бы мог чётко всё расставить по своим местам. Не надо говорить сейчас о добыче, надо говорить о том, что нужно однозначно решать вопрос по консервации тех имеющихся скважин, которые сегодня находятся в национальном парке. Но я хочу вам сказать, что они не входят в состав национального парка. Когда национальный парк, а вы определялись в границах, то все эти скважины, они выведены из состава. Да, они не входят в состав национального парка. Социалка. Каждый раз, когда встречаемся, разговариваем, не могу обойти эту тему стороной, потому что, да, налоги, потяжи в бюджет, добыча, рабочие места, всё это прекрасно. Но есть вещи, которые простой человек может пощупать руками. Не знаю, там детский садик отремонтированный, школу, которую автобус купили. Я так образно. Вы же каждый год подписываете соглашение с правительством области, в котором в том числе прописаны и минимальные платежи в бюджет, но и социальная помощь. Динамику как-то можно проследить? Тут же 2012 год и планы на год 2013. Порядок цифр и динамика. Ну, могу сказать, что в прошлом году у нас была цифра 65 миллионов. Это с областью. В этом году мы подписали соглашение с губернатором на 80. То есть увеличили на 15 миллионов. Ну, то есть это получается более 20%. Это вот именно те деньги, которые идут, грубо говоря, по статье благотворительной помощи. Да. И это идут только по статье благотворительной помощи, по нашим совместным программам с правительством области, с губернатором. Плюс ко всему мы еще подписываем соглашение с муниципальными районами. И с муниципалитетами мы подписываем соглашение по каждому району. Фиксируем в каждом районе сумму, которую мы готовы оказать. И на эту сумму главы муниципалитетов представляют программы, которые мы финансируем. Это то, как раз о чем вы говорили. Это детские сады, это больницы, это так далее. В 2013 году из социальных программ, которые вы будете реализовывать, что конкретно вам уже сейчас известно, да, можно будет пощупать руками, и где это будет? Ну, я могу сказать, что можно будет пощупать сейчас, в ближайшее время, в 2013 году, по тем деньгам, которые мы вкладывали в 2012. Но могу с таких из крупных объектов. Мы в ближайшее время планируем с губернатором поехать на открытие Сикеевской больницы, куда мы выделили 13 миллионов рублей, и общими усилиями смогли в Центральной районной больнице ряд вопросов решить. Можно будет их не только руками пощупать, но еще и глазами посмотреть. Вот посмотрим, я надеюсь, что и специалисты телекомпании тоже поедут, и смогут потом и жителям показать. Мы можем сказать, что в Северном районе мы выделили более 10 миллионов на ремонт больницы. Мы выделяли 3 миллиона, почти 3 миллиона выделили в Первомайскую больницу на начало ремонта детского отделения. И в этом году планируем, с губернатором обсуждали, договорились, что даем туда, сейчас обсуждаем, смотрим сметы, от 5 до 7 миллионов, и мы там снимаем все вопросы по детскому отделению, оно переезжает в новое отремонтированное здание, и там будут все комфортные условия созданы. А за счет того детского отделения расширяется и улучшается ситуация в терапевтическом отделении. С вами чудовищно интересно, и чудовищно всегда не хватает времени. К сожалению, программа подошла к концу. Спасибо большое, Олег Дмитриевич, что пришли в программу. Я надеюсь, что как минимум к концу текущего года встретимся и обсудим, как в компании идут дела. Спасибо, Олег Дмитриевич, это был разговор на чистоту с генеральным директором ТНК БП Оренбурга, вице-президентом ТНК БП Олегом Димовым. А я с вами прощаюсь, встретимся ровно через неделю. Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok